Конечно, главными участниками всех торжеств, посвященных 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, стали ветераны. И несмотря на довольно холодную погоду и очень насыщенную программу, защитники Сталинграда из разных уголков страны и ближнего зарубежья до самого конца принимали участие в торжествах. Ну а как сами ветераны оценили масштабное празднование годовщины Сталинградской победы, учлили их мнения и пожелания? В нашем сюжете мы уже показали отрывок интервью с председателем Волгоградского городского совета о ветеранах Александром Струковым. Сейчас поговорим с ним подробнее. Александр Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Дмитриевич, ну отгремели торжества, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве. Как ветеранское сообщество оценило тот грандиозный масштаб мероприятий, который происходил в Волгограде 1-2 февраля и вообще все эти дни предшествующие? Я уверен, что ветераны нашего города, нашей области, участники Сталинградской битвы считают, что самым достойным образом на высочайшем уровне были подготовлены и прошли все торжества, а точнее вот эти юбилейные мероприятия, связанные с этой великой датой, 75-летием полного разгрома немецко-фашистских войск советскими войсками в Сталинградской битве. Ну что сами участники Сталинградской битвы говорили? Вот тут их слова. Донесите на нас. Ну, прежде всего, наверное, благодарность за то, что и руководство области, в первую очередь, руководство города, все структуры власти подошли самым серьезным образом к подготовительному периоду и к самому празднованию. Были учтены все мельчайшие детали в плане подготовки. Это и подарки для ветеранов, конкретная забота о конкретных ветеранах, чтобы дойти до каждого. К сожалению, годы берут свое. И у нас есть, как мы выражаемся, малоподвижные ветераны, те, кто в силу возраста прикон постели, к сожалению. Не забыть и их в первую очередь. Далее, что касается 2 февраля. Ну, всем парадам парад. Парад. 30 тысяч участников. 30 тысяч жителей и гостей города смогли посмотреть. Да. И знаете что? Еще до слез им было приятно. Они вспомнили свою молодость, вспомнили наши ветераны, когда прошли в шинелях, в полушубках, в маскалатах с этими лыжами. И ветераны мне не раз говорили, что все было продумано до мелочей. До мелочей. А это значит, была очень хорошая подготовительная работа. Кстати, насчет подготовительной работы. Ведь не год и не два планировались эти торжества. И как раз ветераны тоже участвовали. Их мнения спрашивали. И насколько знали, мнения принимали. И областной совет, и городской совет. Всегда члены оргкомитета, в том числе и губернатор, как председатель оргкомитета, герой России, Бочаров Андрей Иванович, всегда обращался к нам, к ветеранам. И говорит, с вами согласовали, а вот так будет правильно. Или что-то изменить, или что-то добавить. Всегда учитывалось мнение ветеранов. Это очень важно. Мудрость ветеранская, жизненный опыт и в целом авторитет ветеранский, он всегда во благо был, есть и будет для наших властей всех уровней. Ну и сейчас мы все продумали. А ведь смотрите, как было приятно. В тулупах, в шапках стояли на трибуне наши ветераны. Мы даже пошутили и губернатор, и руководство наших ветеранских организаций. Товарищи ветераны, вы как будто с передовой, как будто только что из боя. И они расправили плечи, они улыбались, они были счастливые и радостные, что все было сделано для них. Сделано с сыновьей, с дочерней любовью. Несмотря на всю сложную обстановку в мире, да, те претензии, которые предъявляются к нашей стране, вот празднование Сталинградской победы стало таким сплочением, правильно? Таким объединением, призывом к миру. Конечно. Вот эта вся возня вокруг России, это возня высших эшелонов власти политиков. А ведь простой народ, тот же мэр Ковентреев, с которым я встречался и разговаривал, остальные главы делегаций, все приехали с доброй волей и приехали с искренними словами пожеланий здоровья и счастья ветеранам. И с гордостью за нашу победу, великую победу. Потому что от Сталинграда потом покатилась война до Берлина, до знамени над Рейхстагом. Мы считаем, что наши торжества имели очень огромное историческое значение. Вот празднование 75-летия. Мы еще раз показали, кто есть кто. Наш тогда еще Советский Союз, представители всех наций и народностей, в едином сплоченном строю ковали, добыли победу. Многие гости бывали в Волгограде не в первый раз, но отметили, что город реально очень сильно изменился в лучшую сторону за последние пять лет. Вот как вы считаете, это действительно так? Не льстят ли нам? Я считаю, что это действительно так. Но притча во языцах нашей дороги, мы знаем, что дороги изменились в лучшую сторону. Отмечают все раз воздушные ворота, аэропорт. Он изменился до неузнаваемости. Это уже новый комплекс. Конечно. Так, детский юношеский центр, который мы откроем весной, прокол на Тулака, дорога, ведущая вдоль Волги от ресторана «Маяк», даже вот она чуть дальше в сторону пошла, значит, Ворошиловского района, и выходящая здесь у моего кургана. Нулевая продольная. Это ведь огромная работа, колоссальная работа, сложная работа. Я не инженер, я человек военный, но понимаю прекрасно, и берегу укрепления, и все это выстроить, и многие транспортные вопросы решены. Это тоже гордость нашего города. И многое-многое другое. Город наш похорошел. Несмотря на то, что, может быть, сейчас зимой он несколько так иначе смотрится, но... Весной к чемпионату мира. К чемпионату, да. Он у нас будет и цветущий, зеленый, нарядный, красивый, достойный звания города-героя. Готовый к новому международному мероприятию. Конечно, да. Александр Дмитриевич, спасибо большое вам за этот интересный разговор, и желаем вам всего самого доброго. Пожалуйста. Всего доброго вам. Всего доброго. Продолжение следует...